Девушки отдыхают Во второй половине 20 века у нас были только две актрисы, которых знал весь мир. Татьяна Самойлова и Людмила Савельева. Наташа Ростова «Война и мири». Фильм, который имел фантастический успех везде. Удивительный фильм. Сегодня все забыли, что в мае 1968 года «Война и мир» получила премию «Оскар». И эту премию получала в Голливуде Люся Савельева. Была награждена не она, а лучший иностранный фильм, созданный советскими кинематографистами Сергеем Бондарчуком и всей съемочной группы. Первый «Оскар», полученный советским фильмом. Фильм был любим, американцы его уже прокатывали несколько месяцев. Он по 3-4 месяца шел в каждой стране, и успех у него был гигантский. Люся Савельева никогда не видела Оды Хэбберн, которая до нее играла Наташу в американской версии «Войны и мира». Она знала, что в России их сравнивают. И в России, зажатой в условиях железного занавеса, американскую ленту, что греха таить, принимали лучше, чем собственную. А на Западе, грубо говоря, все наоборот, там восхищались Савельевы. Позвольте вас познакомить с моей дочерью. Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня. Разрешите предложить Турвальца. Портреты Люси Савельевой были на первых страницах во всем мире. Она ездила в Англию, Францию, Америку, Италию. Да не было страны, где она не была. А называли ее только по имени Наташу. Все повсюду. Наташа стала самым любимым именем в Америке в 68-м году. Когда она читала биографию Одри Хэберн, что у Одри отец банкир, а мать голландская баронесса, для Люси это было непонятно, потому что она выросла в простой семье. Она родилась в 42-м году. В годы блокады в Ленинграде. Мама очень боялась ее рожать. Известно, что такое ленинградская блокада. И бабушка приняла роды. Отец ее был на фронте. Он прошел финскую войну. Ее отец, в жилах которого текла польская кровь, был инженер-механик. А мама была служащая. И была сестра Валя и сестра Оля. Их было три сестры. Это была очень дружная семья. Люси была самостоятельной девочкой. Она сама пошла в хореографическое училище имени Ваганова. И поступила. А выпускалась она уже в классе знаменитой ленинградской балериной Ольги Йордан. На выпуске она танцевала «Жизель». И была принята в театр оперы и балета имени Кирова. В группу солистов, а не в кордебалет. И первый спектакль свой она помнит. До сих пор рядом с ней танцевала прима балерина Кировского театра Наталья Михайловна Дудинская. Успех у Дудинской был невероятный. Аплодировали и молоденькой Люсе Савельевой. А Дудинскую завалили цветами. И Дудинская вся в цветах, роскошный букет роз отдала Люсе. И она с этим роскошным букетом цветов выходила уже через служебный вход на улицу. И когда она вышла, подошла какая-то женщина, схватила этот букет и сказала «Отдай, это не тебе, это Дудинской». И она растерялась. И она это запомнила. Когда театр оперы и балета имени Кирова вместе с Рудольфом Нуреевым уезжал на свои знаменитые гастроли на Запад, в Париж и в Лондон, то в буклете на последней странице был портрет Люси Савельевой. И там была написана «Будущая звезда кировского балета». Все предсказывало ей счастливое будущее. К Юрдену очень часто приходила какая-то женщина, Татьяна Сергеевна Лихачева. Сидела и смотрела. И однажды подошла к Люсе и сказала «Девочка, а ты не хотела бы сниматься в фильме «Война и мир»?» Она даже растерялась. Потому что до этого у нее уже была проба в кино. И эту пробу в кино показали Сергею Федоровичу Бондарчаку. Никак никто не может понять всего, что во мне есть. Это удивительно. Как я умна. И как? Она мила. Все, все у меня есть. Умна необыкновенно. Хороша, ловка, плавает. Вверхом ездит отлично. А голос? На роль Наташи было 300 претендентов. Она пришла. У нее ничего не вышло. И когда она пришла на следующий день, она подумала, да бог с ним. Будут ее снимать, не будут ее снимать. Ей стало легко от этого. Ушло какое-то напряжение. И она смеялась, была в чудном настроении. И сыграла то, что ее просили. Тогда Бондарчук ей сказал, надо обязательно попробовать тебя еще в сцене с князем Андреем. Пожалуйста. А партнером ее был Тихон. И ей надо было сыграть с ним сцену, и надо было расплакаться. А плакать она не умела. И она очень нервничала, потому что она никак не могла заплакать. А Тихонов оказался очень хороший партнером. Он расплакался. И, видя, что у него глаза полны слез, она от сочувствия к нему разрыдалась. И после этой второй пробы она была утверждена на роль. Война и мир Сыграла огромную роль в ее жизни. Она снималась в шесть лет. Премьера была в шестьдесят восьмом. Подготовительный период был очень долгий. Два года. Два года она вчитывалась в страницы романа. Она была влюблена в Наташу. Она увидела, как работает Ангелина Осина Степанова, великая мхатовская актриса, как играла Клавдия Михайловна Половикова, как играла Тяпкина, Станицын, Кива Николаевна Головко. Она жила в этой атмосфере, где все были влюблены в Толстого. И больше всего ей нравился сам Сергей Федорович, который был иногда жесток, требователен, но удивительно чуткий и тонкий человек. И она сохранила к нему нежнейшее отношение. И всегда болела за него душой. Фильм, получивший Оскара на родине, не получил ни государственной премии, ни ленинской премии, ни даже премии братьев Васильевых. Единственное, что получил на родине этот фильм, это золотой приз на Московском международном фестивале. Вот и все. И то этот приз был разделен с какой-то венгерской лентой. И, конечно, Бондарчук был уязвлен, и она была уязвлена и огорчена, потому что Фильм имел огромный успех. И она знала, что люди по много раз смотрели «Войну и мир». Так весело, не правда ли? Да, я очень рад. Она прилетела в Москву из Голливуда. И в шелковом маленьком мешочке у нее был Оскар. И когда она прилетела в Москву, то прямо к трапу самолета подъехал министр кинематографии Алексей Романов. Он сказал, где твой Оскар? Я сказал, вот он. Он взял Оскар и уехал. И она осталась одна. В те годы ее приглашали за границу сниматься без остановки. Но, конечно, никто не позволял. Наташа! Видел, видел. Что видела? Его видела? Да. Постой. Я видела его. Как же, как же? Стоит или лежит? Нет, я видела. То ничего не было. Вдруг вижу, он лежит. Андрей лежит. Он болен. Нет, напротив. Лицо веселое, и он обернулся ко мне. А потом, Соня? Тут я не рассмотрела. Что-то синий, красный. Соня, Соня, когда же он вернется? Когда я его увижу опять? Боже мой, как я боюсь за него и за себя. И за все мне страшно. Французский кинорежиссер Клод Атан Лора приехал в Москву. И он никак не мог понять, почему он не может получить разрешение на то, чтобы снять замечательную актрису. Молодую, талантливую, имеющую такой огромный успех. А в Москве, в ее квартире, бесконечно раздавались звонки. И все время ей предлагали сценарий. Ну, как бы, она должна была играть таких девочек. Как она говорит, Зоенька Кривошейнка. Она отказывалась, конечно. Но потом она получила предложение сниматься в беге. И снялась в роли Серафимы. И это была победа. Боже мой. Что это было, Сережа, за эти полтора года? Сны? Объясни мне. Куда? Зачем мы бежали? Фонари на перронах. Черные мешки. Потом сной. Я хочу опять на Литейной. Я хочу опять увидеть снег. Я хочу все забыть, как будто ничего не было. А ничего и не было. Это все приснилось. Мы доберемся. Снова упадет снег. И наш следы заметет. Савельева, приехав в Италию, первый раз в Рим, была немедленно приглашена в дом к Джульете Мазино. У Джульетты Мазино было 27 кошек. Она была кошатница. И все они были ужасно некрасивые. И Люся не могла понять, почему в России кошки такие пушистые, красивые, а у Мазино в доме такие все они уродливые. И все носят имена героинь Джульетты Мазино. Она все-таки решила спросить, а почему же эти кошки такие некрасивые. Она ответила, потому что я некрасивая, и моя героиня некрасивая. Поэтому зачем же я буду собирать красивых кошек. И она усмеялась. А Феллини, он ее называл Амором Миром. Италия вообще была потрясена войной и миром. Бондурчука носили там на руках. Виторию Десико был влюблен в этот фильм. Десико хотел ее снять в кино. И он, зная уже порядки советской России, приехал в Москву и выступал по телевидению. И он сказал о том, что он начинает снимать фильм под солнцем. И что в этом фильме будет сниматься русская кинозвезда Людмила Савельева. И уже госкино ничего не могли, не могло сделать. И Людмила Савельева уехала в Италию, и снималась Софи Лорен, и снималась вместе с Морчелом Астрояне. У нее были чудные отношения. Она играла ту самую русскую девушку Машу, на которой женится герой Морчелом Астрояне. Когда фильм был готов, она вдруг увидела, что очень много вырезано. И от ее роли осталось очень мало. И она была огурчена. А Десико ей пошептал, что он мог сделать. Это сделала Софи. Софи Лорен не любила, чтобы рядом кто-то снимался еще из «Женщины». И она попросила Понти подрезать роль Маши. А Понти уже был женат, но Софи Лорен. И был продюсером фильм. И у Люси были слезы на глазах. А Виталий Десико сидел рядом и говорил, «Амур и мио, не волнуйся, я обязательно сниму фильм с тобой в главной роли». Но, к сожалению, это не случилось. Это не случилось, потому что вскоре после выхода этой ленты Виталий Десико умер. Это был счастливейший период в ее жизни. Она получила роль Нины Заречной в «Чайке». Фильм «Карасика» был не самый удачный. Нет. Но Нина Заречная Савельева была хороша. В ней была прелесть, естественность И то живое начало, которое отличало всех ее героинь Чистых, благородных, поэтичных, Немного земных, Но всегда устремленных в какую-то светлую даль. Какое скопление людей, как на римско-греческих играх. Пляжи мне всегда напоминают битву с Тян-Троей. Да, мне вот тоже. Помню, как сейчас идем у Стян-Трои втроем. Гектор, Алик и я. Она встречала нам прекрасное. Она влюбилась в актера, который играл главную роль в фильме «Мой младший брат». Это был Александр Збруй. Она влюбилась в него, не будучи с ним знакомым. А потом оказалось, что павильон, где снимался Збруй в фильме «Чистые пруды», рядом с павильоном, где Люса Савельева снималась в роли Наташи Ростова. И они начали встречаться. И началась любовь. И она вышла за него замуж. Она прожила с ним уже 38 лет. И звезды бывают разные. Бывают нарисованные, а бывают настоящие. Тогда, в конце 60-х годов, после войны и мира, когда рождались девочки, их называли именем Наташа, когда у нее родилась дочь, то ее принимавшая сестра сказала, «Ой, Наташенька маленькая!» Это было самое любимое имя в то время. Она замечательная мать. Я только наблюдал, как она нежно разговаривает с дочерью. И я почувствовал, что Савельева очень добрый человек. И опять мне вспомнилось одно ее интервью, когда она на вопрос, «Какое ваше положительное качество?» Ответила, «Доброта!» «А какое ваше отрицательное качество?» Она подумала и тоже ответила, «Доброта!» Я слишком добрый человек. И это мне мешает. Прощь отсюда! Иди к своему офицеру! Я не уступлю его, потому что он мой, мой! Я не понимаю вас, милая. Вы, наверное, забыли, кто я. Я Луиза Поиндекстер. Поиндекстер. А он торговец лошадьми. Берите его. Мне он совсем не нужен. А может, и нужен. Я еще не решила. Все было в этой жизни. Она никогда не была знакома с Одой Хэбберн. Но всегда думала о ней. И, читая ее биографию, поражалось, как много у них общего. Обе не получили профессионального образования. Обе пришли в кино из классического балета. Оди Хэбберн была замужем не один раз. Все покидали ее. И Одя любила говорить о том, что все можно пережить. Нельзя пережить предательство. А Люсь читала все это и думала о том, что, слава Богу, у нее есть дом, семья, и она не будет сниматься в дурных лентах. И она не будет от этого страдать, потому что жизнь можно заполнить чем-то другим. Любимая, высокого окна не затворяй. И предоставь рассвету вложить подарок своего огня в твои ладони разом, в ту и в эту. Там праздник. Там движение теней. 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 В 81-м году Костя Худяков очень талантливый режиссер. Виктор снял телевизионный фильм по пьесе Виктора Розера «С вечера до полудня». И роль Савельевой очень сильна. Когда мы сегодня восхищаемся иногда нашими талантливыми молодыми актрисами, я, к сожалению, думаю о том, что мало мы видели достижения конца 70-х и начала 80-х годов. А ей, конечно, очень хотелось сниматься вместе с мужем, вместе с Сашей Избруевым. Фильм шёл четвёртый год войны. Это был 83-й год. Для Люси он очень дорог, потому что они снимались вместе. Она и сегодня очень много думает о судьбе мужа. Водичка. Ты чего смотришь? Я не смотрю, я слушаю. А чего ты слушаешь? Неужели наше будущее когда-нибудь повторит войну? А? Не может быть. Я нашему будущему это передам. Надюш, Завин вышел на связь. Да? А чего же ты молчал? Эх! Полковник приказал тебе и Поповой проверить трофейную почту и аэрофотоснимки. Ну, беги. Бегу. Я её спросил, а вы смотрите работы Саши Избруева в театре? Он работает в Линкоме. Артист он выдающийся. На мой взгляд, один из самых талантливых актёров нашего времени. Она мне сказала, да, конечно, я всё видел. Но у меня есть своя мечта. Я бы очень хотел, чтобы Саша сыграл Протасова в живом трупе. Потому что он созрел для этого. Он так много накопил, так много внутренне пережил, что он бы, наверное, замечательно играл Протасова. А её собственная жизнь, начиная с 83-го года, она уже была не так насыщена кинематографическими победами и просто съёмками. Её уже мало снимали. Она к этому начала привыкать. Она говорит, вы знаете, я помню очень хорошо, когда я вернулась из Голливуда в 68-м году. Я никак не могла понять, почему никто не звонит. А потом оказалось, что наверху кто-то сказал, ну мало что, Война и мир получил Оскар. Ну и что? У нас есть свои премии, у нас есть свои награды, и ничего особенного в этом нет. Коровки у нас делают, бу-у-у, гу-у, а козочки у нас делают, ме-е-е-е, а цыпочки цыпь-цыпь. Мы приехали в ваш город, театра здесь нет. Как актеры мы не нужны Я продавала и свои наряды, и театральные костюмы Спарывала с платьев украшений и тоже продавала отдельно Кружевной воротник стоит дороже самого платья Женщина с папиросой А еще говорим о культуре У мужа был халат, исперев марабон Тоже порезали на куски Как? Из перьев? Ткань такую, с перьями Есть режиссер, которому она очень благодарна Это Сергей Соловьев Он снял ее в фильме «Чужая белая и дебой» И в фильме «Нежный возраст» Они фактически написаны очень мало Она никогда не снималась в плохих фильмах Она никогда никому не рассказывала о своей личной жизни Она знала, что такое всемирная слава И она выдержала это Она еще в 85-м году стала народной артисткой России А сейчас в свой юбилей ей даже не дали никакого ордена Как будто не было в ее жизни побед Как будто не было в ее жизни тех триумфов Которые мало кому выпадают на долю Ее поздравил Путин телеграммой Президент России поздравляет телеграммой Теперь всех крупных деятелей искусств Но она не получила никакой награды Ничего Вернулся По собственному желанию Как водится Да ладно, шучу, все в порядке Привет В своем репертуаре В каком? В классическом, конечно Караулишь меня А где Алешка? Уехал Куда? В Ялту Я его отправила к тете Симе У него опять что-то с бронхами Так ты что ж, ты взяла его из детсада? Взяла Жалко Я соскучился, думал В этот приезд я его повидаю Зайдешь? Нет Мне должны звонить Ну иди Ну пойдем вместе Пойдем чего-нибудь Я одна Давно ли? А как у тебя на этом фронте? А для меня это не фронт А тыл Тыл это хорошо, значит спокойно Я всегда говорила Тебе нужна хорошая жена Хозяйка Ты же домостроевец по сути Я тиран Прическа новая? Новая Все новое Я подумал Как эта маленькая Хрупкая Женщина Которая живет Замкнуто И казалось бы Отъединенно Живет как бы совсем в стороне Она хочет сохранить себя Когда ей задали вопрос Скажите Только честно скажите И подумайте А вы счастливый человек? Она помолчала А потом очень тихо С какой-то внутренней болью Ответила Нет Это нельзя Это ужасно Я так счастлива По Толстому Человек рождается Для счастья И он должен Дарить это счастье И Наташа Ростова Это девочка Которая соединяла в себе Всю женскую прелесть Женской природы Как таковой И это пленительность ее Соединенная С прямотой взгляда И с честностью Была открытием Она была бескорыстна Она была нараспашку С невероятной жаждой добра Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть Ах, какая прелесть Да просни же, Соня Ведь эта прелесть Никогда, никогда не бывала Так бы вот Села на корточке Вот так Подвозила бы себя под коленки Туже, как можно туже Натужиться надо И полетела бы Вот так Наташа Ростова Сегодня Родиться не может Никогда не забудит Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok